Вообще, вот, когда я пришла в православие, да, ну, как не то, что я пришла в православие, вот я когда пришла в храм православный, ну, я думала, что как, ну, например, люди занимаются там кроликов разводят, вот, там, другой, например, там, машины любит, а эти люди вот ходят в храм православный, вот они тут молятся, тут они разговаривают, чай пьют, беседуют с батюшкой, там, ну, они исповедуются, конечно, там, причащаются зачем-то, не знаю, зачем это они делают, потому что я тогда не знала совершенно. И я еще видела то, что вот заходит женщина в храм, она одевает платок там, то есть вот она юбкает, может, намотала на штаны, зашила, значит, потом она там два часа молилась, рыдала о своих там грехах, и потом она сняла этот платок, вышла, расчесала свои кудри, значит, и пошла там, поправила косметику. Это я не в осуждение так думала, но я просто видела это, что это происходит. Ну, я как бы тоже, как бы, делала так, в принципе, но потом ко мне пришло понимание, что православие – это не пальто красивое, которое я вот сюда надо в этом пальто прийти, я его прихожу, одеваю, а потом ухожу и снимаю, и оно мне как бы даже, ну, когда-то и тяготит это пальто, потому что оно, ну, где-то оно неуместно, так бы я сказала, вот, не везде как бы оно хорошо. И для меня это вот стало как бы вот, ну, проблемой даже, можно сказать, какой-то духовной, что как же так, ну, православие же – это же не какая-то игра, это не какое-то занятие, это не увлечение, это же просто сама жизнь, потому что, ну, это, ты этим живешь просто как вот, ну, как ты дышишь. И когда вот это ощущение уже как понимание пришло, что вот это так и правильно, так и надо жить, то уже стало легче. Мне говорят все, ты проси, проси у Бога, там, куда не едешь, там, ну, к святыням, тем более с крестом поедешь, проси, чтобы Господь тебе эту болезнь отвел, там, забрал. А у меня, думаю, а вот я заболела, и вся моя семья пришла к Богу. Ну, и поверили, как бы, и пришли не из-за того, что я их туда притащила, а сами постепенно воцерковились. А до этого ведь из моей семьи не было верующих, только дедушка вот один, который нас всех крестил, все, но дедушка умер, как бы, и он нам ничего не рассказывал, он сам ходил в храм и все, вот. И вот я, когда с крестом вот наедине, как бы, осталась в этой келье, в этой машине, ну, боялась, как бы, просить, что Господи, там, исцели меня, я хочу исцелиться от этой болезни, потому что даже, как бы, можно сказать, что это болезнь, сдерживающая для того, чтобы вот, ну, слабый человек, все равно искушения разные, там, какие-то наклонности, вот. И эта болезнь сдерживает не только меня, но и моих родственников, потому что у меня есть страждущие, вот, дети, вот, болящие, вот. И они все равно, глядя на меня, то есть вот, хотя их пучина это, как бы, подхватывает, они несутся, но и вспоминают, ой, а мама-то вот, мама, вот, мам, помолись, там, или я был в храме, там, то есть, и вот эти вот какие-то крупинки, какие-то бусинки эти собираешь, собираешь, и вот твой крест вот висит на этих вот бусинках, на этих маленьких, на маленьких капельках, на этих. И думаешь, а устоишь ты, вот, ну, вот заберут у тебя, ты будешь такой здоровый, крепкий, и какое-то время, возможно, пройдет, и ты махнешь рукой и скажешь, да мне же надо пойти, там, на какие-то соревнования, я не знаю, куда-то поехать, землю, там, копать, садить, и... А болезнь не дает этого ничего делать, и ты с Богом. Ну, Господь, конечно, по милосердию дает и силы, чтобы устоять перед искушениями, но в то время я не чувствовала того, что, если бы я, например, выздоровела, ну, устояла бы я или нет перед своими, там, соблазнами какими-то, этого мира, там, своей внутренней какой-то, вот, потому что все-таки, когда, если, может быть, с рождения ты приходишь к Богу, ты многое не видишь, то, что в мире происходит, как бы у тебя своя стезя, а когда ты, вот, можно сказать, там, я заболела вот 33 года, ну, то есть классически так вот приходят обычно в этом возрасте люди очень часто, вот. И, конечно, за 33 года у меня уже было и хорошего, и плохого, и опыт разный был. Были какие-то страсти, которые, там, не считала, что это грех, вот. Да не то, что даже это грех, а то, что я же сама себе врежу этим, приношу вред не только себе, но и окружающим, там, и это, получается, зараза распространяется же от тебя, вот. Как бы красиво, там, хорошо в саду не было, но если туда что-то дурно пахнущее поставить, то уже все, уже розочками не пахнет. И, получается, ты источник этих вот, тебе кажется, что это так хорошо для тебя, там, ты чем-то занимаешься, а другие люди от этого страдают, и все, и уже весь аромат пропадает. Вот. И вот так живешь, а потом бац, и Господь тебя, слава Богу, останавливает. А у нас на Руси повелось испокон Крестным ходом идти, веря в вечный закон, Что Господь нас спасет, тех, кто любит и ждет. Крестный ход, крестный ход, крестный ход, Что Господь нас спасет, тех, кто любит и ждет. Крестный ход, крестный ход, крестный ход. Вот мне Господь дал побыть с крестом всего ничего, там, буквально два дня. Вот только прикоснуться чуть-чуть к этой истории, к этой благодати. Вот. А вот люди, которые постоянно идут с этим крестом, То есть это же не останавливается уже, Сколько городов и сколько стран уже прошли крестоносцы. Ну, это просто удивительно, насколько Господь вот дает им силы, время и средства. Средства. Вот. Вот. И просто смотришь, а ведь это обычные люди. Не какие-то супермены, там, не богатые, сверхбогатые люди какие-то. Не особо блещущие здоровьем. В основном это люди болящие. Ну, просто удивительно. Смотришь, радость такая. И радость, и сила вот эта чувствуется, вот эта, как крепость духа. Вот это вот все-таки... Вроде бы люди даже собираются каждый раз обычно вот... Ну, есть какой-то вот определенный костяк, да, несколько человек. А остальные-то люди, как ручейки, стекаются в этот крестный ход. И мы вроде бы друг друга же не знаем абсолютно. Но вот это вот единым сердцем, едиными усты мы вместе все. И... Ну как, Господь нам показывает, что кто объединяющая составляющая. Не эта идея какая-то, не... А вот именно он, что мы идем вот с этим крестом, мы несем... Вот у нас у каждого свой есть крест, крестик свой. А это один крест, который несут все. Как вот... Как река такая идет. Вот такая вот людская река течет и несет этот крест. И неважно, это на автомобиле или пешком, или... И на самолете этот крест летал над Россией. То есть все равно та суть, что все равно как бы объединение, вот это объединение, мы вместе как вот, да, вот как причастие, причастники мы. И тут точно так же нас крест объединил всех. И это, конечно, ну, милость Божья нам всем. Да, вот, как говорится, в песне поется, мы все спешим за чудесами. Но самое главное чудо, которое произошло вот после того, как я поучаствовала в этом крестном ходе, что явно ничего не произошло, ни исцеления, ни, не знаю, ну, что могло там с человеком еще произойти. Но самое главное было чудо, что я вообще живу, уже живу против всех законов медицины и физики. Ну вот, и не просто я живу, существую и работаю, как бы, надеюсь, приношу пользу какую-то, вот. И уже я боялась, чтобы мои дети хотя бы выросли, а у меня уже три внучки и внук. Ну, то есть это вообще просто такой подарок от Бога, что вот оно и чудо. Вот, потому что люди вот идут вот к Богу вот за этими чудесами, вот, прям вот дай, положи, и вот на тарелочку с голубой каемочкой. А они не замечают этого чуда, что они вообще живы, что они здесь, что мы все имеем возможность быть здесь и иметь то, что у нас уже есть. Никто этого не ценит. Ну, в большей, как бы, своей части человечество, конечно, не особо благодарно, как говорится, Богу. Вот, а вот то, что крест, вот явление его, да, и вот в наше время тоже это явление креста, можно сказать. Опять, еще раз, вот это явление креста, вот этот крестный ход. Сейчас вообще это самое актуальное. Ну, мы все были, как бы, усыплены вот этой вот всей нашей культурой, вот этой всей нашей, вот, можно сказать, жизнью вот этой вот ради чего? Ради комфорта, удовольствия, все для человека, чтобы все было удобненько, тепло, светло, и вообще, чтобы к нам никто не лез, и мы ничего не знаем. Нам так хорошо живется. А сейчас такое время, что это коснулось уже каждого. И здравомыслящие люди понимают, конечно, что если мы не будем идти за крестом, и если мы не проснемся, то нас просто не будет. Не будет нас. Мы сами себя просто вот этой бездействием, каким вот именно духовным бездействием, мы сами себя уничтожаем. Когда вот еще в пору того, когда я не ходила в храм, меня все звали, там, пойдем там на Пасху, там, яйца осветим, там, ну, что-то еще там, за вербами сходим. Мне так интересно было, думаю, ну, ладно, пойдем. Вот надо свечки ставить. Я говорю, зачем их ставить? Вот ты поставишь, у тебя будет здоровье, там, любовь, деньги, и все. Я говорю, слушайте, ну, если бы так было, то вот эти бабушки, которые в церкви находятся, ну, они вообще бы ездили все на мерседесах, я не знаю, на вертолетах летали. Они что-то с утра до вечера. То есть люди идут в храм, они ставят эти свечки, думают, что им вот сразу, значит, все, Господь должен им изменить. Вот они два слова сказали и постояли там, попросили. Ну, это так не работает, можно сказать так. Вот, потому что для Господа и вообще и для нас это самое главное, самое главное – Царство Небесное. Царство Небесное силою нудится, Царство Небесное там лишь все сбудется, Царство Небесное Богом нам данное, Царство Небесное так долгожданное. И вообще вот Царство Небесное у человека, ну, просто в обиходе, да, сразу, что-то умер, все, со смертью связано. Ну, мы-то знаем, что это жизнь, это вечная жизнь, это настоящая жизнь. Только здесь подготовка, а там самая настоящая жизнь. Вот, и вот, ну, как Царство Небесное, да, вот, как его здесь, да, вот, оно вот здесь вот, вот, подрубахая, оно здесь в нашем сердце. То есть не надо никуда бежать, идти, что-то добиваться там, ехать куда-то, уезжать, как, не знаю, искать, ну, какой-то жизни лучшей, если у тебя есть здесь Царство Небесное. Хотя бы вот так приоткрыта дверца туда, тебе все будет хорошо, тебе с Богом всегда будет хорошо, вот, у тебя всегда будет все самое лучшее. Что у тебя сейчас есть, ты будешь понимать, что это вот самое то, что тебе сейчас нужно. Даже плохое здоровье, даже маленькая зарплата, надо понимать, что Бог же просто так ничего не делает. Помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сыне Божий, помилуй нас. Сыне Божий, помилуй нас.